Всем привет! Мы продолжаем свое путешествие по Сербии. Сейчас мы забрались на юг, уже ближе к границе с Косово. Здесь мы посещаем необычное место, называется город Дьявола, или по-сербски Дьявола Варож. Сейчас мы посмотрим, что это такое. Говорят, это необычные столбы прямо посреди леса, а вокруг течет дьявольская кровяная вода. На самом деле это вода щелочью, и она такого коричневого цвета. У нас в Перском крае видели подобную речку, речка Вильва, она тоже вся коричневая, и берега у нее все коричневые. Идемте смотреть. Мы идем по тропинке в Джаволе Варож, город Дьявола. Ход сюда стоит 3 евро. Вдалеке уже виднеются столбы. Это и есть дьявольское городище. Поднимаюсь по лесенкам на смотровую площадку. Здесь их несколько штук, и можно разглядеть скалы с разных сторон. Это самая верхняя смотровая площадка на город Дьявола. Видите, сзади такие скалы, как маленькие. Даже не знаю, что это похоже, но что-то очень такое необычное, как будто бы какие-то острые штуки выходят из-под земли, и на каждой из них черный камешек, как из пепла. Место очень такое завораживающее, необычное. Рядом с городом Дьявола есть часовня-цветопедка. Так он называется. Часовня Цветового Петра. Вон готовится моя еда. Прямо на костре. Лена ломает хлеб и нюхает. А теперь живет. И ет еще, не только нюхает. Вот так вот мы голодаем. Вот она обжорца. И цветная, как в Чехии. Так еще больше, наверное, обжорка и будет. Не могу остановиться. Вот принесли наше блюдо. Снять оно только-только. С пылу, с жару. Прямо из костра. Все еще кипит. Сейчас будем это есть. Это блюдо называется Ягненятина из подсачи. Свежий ягненок готовим на костре. Сильно гривен. Или в печке. До свидания. Что? ностика. Хорошо? Хорошо. Хорошо. Хорошо.